А как восстановить зрение? Тренируй глаза, есть для этого упражнения. Зрение обычно выключают тогда у человека усиленная привязка к окружающему миру. И чтобы его немножко отдалить от материальной привязанности, уменьшают коэффициент его связи с окружающим миром. Через глаза вы видите окружающий мир, определяете его ценность, и это вас сильнее всего привязывает. Человек слепой не так привязывается к формам, поскольку для него есть только вкус и тактильные ощущения. Зрение восстанавливается естественными упражнениями, за исключением тех случаев, когда у человека все-таки есть эта привязка и проблемы, из-за которых это зрение портится. Есть еще естественные ситуации, то есть опасные ситуации, при которых зрение портится. Когда вы слишком часто напрягаете, когда сидите близко у каких-либо электронных приборов, концентрируетесь на объектах, которые находятся очень близко в течение длительного времени. Глаза привыкают работать в том диапазоне, в котором вы их используете. Если вы используете их только на очень близком диапазоне, у них в некоторой степени атрофируется функция воспринимать объекты вдали. Так же, как существует живущий в полной темноте, может атрофировать функцию видения при свете, но при этом наработать функцию видеть что-то в темноте. Особо сильной привязки к окружающему миру у тебя нет, но ты перенапрягаешь иногда глаза, зачастую, когда долго сидишь с компьютером. То количество сил и то количество нагрузки, которое легло на твои глаза, на твою систему, должно быть компенсировано отдыхом для глаз и теми упражнениями, которые будут восстанавливать твое зрение. Технологии доступны, они нисколько не сложны, для них не требуется каких-то специальных инструкций. Просто возьми эту информацию в существующей базе и используй. Если ты этим занимаешься каждодневно, то ты вопрос решаешь быстро. Если ты растягиваешь на месяцы и года, то, соответственно, и эффект будет либо малозаметен, либо почти незаметен, либо оказывать только сдерживающее действие. То есть не так быстро ухудшать то, что происходит во время перенагрузки и во время нахождения в неестественной для глаз среде. У организма есть естественные среды и неестественные. Как только он попадает в неестественную среду, какая-то функция начинает атрофироваться. Организм борется со средой, но если воздействие сильное и постоянное, то этот эффект происходит. В этом нет, в принципе, ничего нового, ты об этом, я думаю, и сама знаешь. Субтитры создавал DimaTorzok